Всероссийская олимпиада школьников – одно из самых престижных интеллектуальных испытаний в России. Ежегодно в ней принимает участие подавляющее большинство школьников страны. Вот и юные ирбичане и участие принимают в Олимпиаде и набираются опыта. А в этом году в нашем городе сразу четыре победителя ее регионального этапа. Всероссийская школьная олимпиада – это интеллектуальный конкурс, с помощью которого можно укрепить свои знания и заработать бонусы для поступления в ВУЗ. Участников финал и вовсе зачисляют высшеучебные заведения без вступительных испытаний. Именно это и было целью Вадима Томилова – 11-классник из 10-й школы. Но, к сожалению, для попадания на заключительный этап Олимпиады ему не хватило пары баллов. Меня с детства заинтересовала работа такого плана, то есть это инженерные моменты, конструирование. В дальнейшем я планирую поступить в технический ВУЗ на инженерные специальности и дальше уже обучаться и стать специалистом в этой области. Это модель надводного ветрогенератора. Я этот проект решил сделать потому, что в современном мире существует такая проблема, как экологическая. Вследствие использования тепловых электростанций в атмосферу выбрасываются дымовые газы, которые загрязняют атмосферу, почву, флору, фауну. С проектами я начал работать с 7-го класса. Тогда я участвовал на муниципальном этапе и стал призером. Далее из-за пандемии не получалось участвовать на Олимпиадах. В 10-м классе я также изъявил желание поучаствовать на Олимпиаде. Сделал проект, съездили на оригинальный этап, стал призером. И в этом году уже, благодаря всему накопленному опыту, я победил на оригинальном этапе и очень рад. Из-за отсутствия уроков по технологии в 11-м классе Вадим самостоятельно в свободное время изучал дополнительный материал. И вместе с руководителем оставался в школе после уроков, чтобы достичь своей цели. Помогал тем, что он пришел уже, допустим, с идеей. Я ему сказал, ты проработай, допустим, варианты. Рассмотри в интернете, какие есть. Он посмотрел в интернете вариантов надводного конкретного, варианта нет. Дальше мы стали разрабатывать, какие могут быть конструкции. То есть в данном случае конструкция, она в виде пирамиды. То есть это идет уже устойчивость. Это, опять же, знание физики, которому все это пригодилось. Он получается все с 7 класса, да, у них физика. И не просто так. То есть дальше подумали, какие могут быть понтоны, как они должны на плаву и как это, допустим, уменьшить затратность. То есть эта модель тоже должна быть экономическая. Когда подумали, что ремонт этой модели, потому что она уже находится в море, ну мало ли какое-то происшествие, то можно было запросто подъехать и поменять. То есть такой понтон, он сделан тоже из трех частей. Он разбирается, собирается. Раз, допустим, заменили, подъехали, убрали. Старался придумать что-то особенное, чем можно удивить жюри и ученик 13-й школы, Данил Медведков. Но подвели знания по теории предмета. Тем не менее, расстраиваться Данил даже и не думал, так как он в 9 классе и у него есть еще возможность выйти на заключительный этап. Это подлёдный монорельсовый транспорт. Он будет транспортировать грузы в крайние территории с севера, потому что там в летнее время только перевозят грузы, а в остальное время только автомобильным и самолётом. Но это слишком дорого и долго. Мы придумали идею создания проекта, дальше варианты, как можно это сделать, и придумали окончательный вариант проекта и начали создавать его. Мы с ним придумывали, у нас просто было направление, альтернативное видо транспорта. Мы просто заинтересовались в интернете, когда искали, нашли, что проблема такая, что вот обеспечение грузами с северных районов. Ну и вот идея такая возникла. Конструкцию-то разрабатывал Данил полностью сам. Так что практически это его самостоятельная работа. Я только подсказывал, недостатки какие-то исправляли бы с ним и так далее. Отличные результаты в своей дисциплине показали и ученики восьмой школы. Виталий Вольский и Виктория Витлугина, принимавшие участие в Олимпиаде по физкультуре. Но и здесь ребята оказались не так сильны в теории, как в практике. Так что теперь уже с учётом своего полученного опыта, они вновь начинают готовиться к Олимпиаде в следующем учебном году. Подготовка длилась около двух-трёх месяцев. Я учил теорию и приходил в школу на подготовку к практическим испытаниям. Результатами я доволен, но не до конца. Я плохо написал теоретический тур, поэтому плавно на будущий год ещё более лучше подготовиться к теории и, само собой, готовиться к бегу и спортивной программе. Мои ребята, они с девятого класса принимают участие в региональном этапе, показывают хорошие результаты, попадают в призёры. В этом году два десятиклассника стали победителями регионального этапа. Я очень рад их успеху.